Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто собрался сегодня в этом актовом зале Центральной библиотеки имени Кропивницкого. Сегодня сюда, в библиотеку, пришли близкие коллеги по писательскому цеху, добрые друзья Владимира Николаевича Христенко, чтобы поздравить его с премьерой новой книги. Хочется поклопать, да? Книги стихов и прозаических произведений Николаевский камертон. И пожелать всего самого-самого наилучшего ему в этот особенный для Владимира Николаевича день. Вот скажите, в этом зале все очень хорошо знают Христенко Владимира Николаевича. Король бел, ученый, кандидат технических наук, доцент, автор более чем 70 научных работ, журналист, поэт, общественный деятель, личность многогранная. Ну, наверное, самое главное, ну, мне так кажется, его качество, это его огромная любовь к нашему городу. Такая любовь, он просто человек влюбленный в Николаев и искренне желающий, чтобы весь мир полюбил так Николаев, как любит его он. Так, кажется, Владимир Кладышев написал в одной из статей. Да-да-да, это вы писали так о Владимире Николаевиче. Ну, и действительно, фактов, которые подтверждает это, очень много. И хотя чего только стоит один его литературный журнал, интернет, издание, международный журнал Николаев литературный, который каждый выпуск, которого с огромным нетерпением ждут во всем мире. Ну и книга, которая сегодня презентуется, Николаевский камертон, она тоже посвящена городу и посвящена людям. Практически вот тем людям, которые сегодня находятся в этом зале. И название такое выбрал Владимир Николаевич. Николаевский камертон. Наверное, много раз мы будем возвращаться к этому. Камертон в переводе с немецкого – это комнатный звук. И инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука. Поэтому я хочу пожелать нам всем, чтобы сегодняшняя наша встреча прошла в такой искренней, открытой, комнатной, домашней атмосфере. А чтобы уровень воспроизведения наших чувств был эталонной силой и высоты. Владимир Николаевич Христенко, приглашаем вас на литературный подвиг. Ну а всех гостей я попрошу, если есть у вас мобильные телефоны, поставить их на беззвучный режим. Спасибо вам большое. Мне эта улица знакома с непостижимо давних лет. Где львы с Аркасовского дома собой венчают парапет. И с высоты своих столетий привычно смотрят мимо нас на город мой. Где каждый третий на них сидел хотя бы раз. И я их знал не понаслышке. А в детстве так хотелось мне сидеть тогдашнему мальчишке у них на мраморной спине. Теперь со мной приходят внуки и по традиции всерьез привычно запускают руки в разводы мраморных волос. А львы глядят невозмутимо на эти шалости в прищурное время, Что проходит мимо двух нестареющих фигур на старой сквер, Где неизменно, не поднимая головы, Невозмутимо и смиренно лежат аркасовские львы. Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья, земляки Николаевцы. Мне очень-очень приятно видеть всех вас в этом зале. И я сегодня делаю не только презентацию книги, Я разделил ее на две части. Первая часть – это стихи о Николаеве, Которые знают многие Николаевцы. А вторая – это стихи, которые я посвятил моим близким друзьям. Не всем, конечно, потому что если я буду читать все это, Будет очень долго, скучно, нудно, Вам будет не совсем комфортно. И не все друзья, к сожалению, о которых я писал, Могут здесь присутствовать. Некоторых уже нет с нами. Это и Владимир Дмитриевич, и Татьяна Ивановна Рускина. К сожалению, болеет Игорь Николаевич Логиенко. А с Валерием Васильевичем Бабичем я только что разговаривал, Он в Китае. Вот, поздравил меня отсюда. А стихи о них я буду читать. Ну и вот некоторые из друзей, увы, могут прийти буквально на несколько минут, Потому что у них тоже свое выступление в самое ближайшее время, В пять часов, я имею в виду Владимира Александровича Юрковского. Которого я, я его знаю не очень много, Но когда я увидел его, и не только в жизни, но на сцене, Ну просто, вы знаете, вот это фейерверк эмоций. Это настолько здорово, это настолько нестандартно, Это настолько выше у всех масштабов города Николаева, Что я написал стихотворение, которое назвал «Цыганка». Плутовала «Цыганка» безбожная, Все цулило удачу в судьбе, И казалось почти невозможно Не поверить ее ворожбе. Только что мне до этих гаданий? Все равно ж я вовек не приму, Не пылиться твоих предсказаний, Ни к чему это все, ни к чему. Ты напрасно играешь со мною, Напускною бравадой маня, Никакою своей ворожбою ты не купишь сегодня меня, Не помогут тебе твои чары Разглядеть мое счастье во мгле, Не травите мне душу гитарой, Не томи ты меня, Бахталэ, Только в жизни все вышло иначе. Сколько раз в суете своих дел Был я близко к заветной удаче, Да и удержать не сумел. То ли вышла судьба наизнанку, То ли кругом пошла голова, Я, наверное, обидел цыганку. А она оказалась права. Я всем, ну, в большинстве своих друзей, Когда дарю книги, Я пишу такие короткие, иногда шуточные, Иногда философские посвящения. Вот книгу, которую я вам хочу подарить, Она с таким посвящением, Посвящена той деятельности светлой, Которой вы делаете. Волшебный мир, рождение чуда, Почти непостижим всегда, Оно приходит ниоткуда, И исчезает в никуда. Но если звук цыганских песен Звучит повсюду на земле, Наш мир воистину чудесен. Явенте састе бахтале. Пожелание вам добра и счастья. Дорогие друзья, Я невероятно счастлив. И так мне пришлось сегодня первому Получить эту замечательную книгу. Я бы хотел, Волочек, вам Вручить нашу памятную медаль. Медаль. Пахтале. На счастье, на радость. Да, по-ручению. Ну, поскольку, в общем-то, Мы уже здесь. И со мной Солистка ансамбля Ляля Лизгунова. Я очень прошу. Мы попробуем АКП для вас исполнить Старинную таборную Кажетную песню Сосак Ро-Ро. Сосак Ро-Ро Дистор мен віро Роджова саят Гимон біло бенгіро Ай-драдидай 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 Ох ты, дуб, сосна сиротой росла Много горя видела, да не обидела Ай-драдидай Ох ты, даридай Ох ты, даридай Ох ты, даридай Ох ты, даридай Кожа кероро Робистор мен віро Прошу вас саят Зимобило венгіро Ай-драдидай 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 Ох ты, даридай 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 А теперь я вам почитаю о Николаеве О том месте, где я родился Это сухой фонтан Дом, ну я родился в Родове, естественно А дом, он до сих пор сохранился Это улица террасная И я очень, каждый раз, когда я бываю в Николаеве Я всегда стараюсь быть в этом месте Стараюсь один Мне там хорошо Дышится, гуляется, вдохновляется У реки На улице террасной В негазистых юнтовских домах В чердой традиции негласной Все всегда решалось во дворах Собирались к вечеру соседки И трепались чуть не до зари Тут же мы Крутились малолетки В истины вникая изнутри В тех сухофонтановских декорах Видимо, иначе жизнь текла Размотрим и в этих разговорах Постегательцы добра и зла Нам тогда казалось, что с годами Все на свете будет по плечу Что ж теперь С осенними дождями Я как лист оторванно лечу Сам себя ругаю и жалею Что в пустую столько лет ушло Да признаться, так и не умею В людях различать добро и зло Только часто осенью ненастной Вспоминая детство не в попад Вижу, как по улице террасной Листья пожелтевшие летят АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще одно такое О яхт-клубе, поскольку Яхт-клуб это реально Что-то там в фонтанах А помнишь Искры Геотоков В тишьях клубовских Платанов Когда сбегали мы с уроков Чтоб целоваться у фонтанов Ах, как же дивно Пахли губы И так малиново сияли Что никакие там яхт-клубы И с тобой мы не замечали И вот теперь Скажи на милость Куда все это подевалось Так незаметно испарилось Нам не оставив даже малость И как-то все ушло куда-то И мы невольно потерялись Наверное, время виновата Что так нелепо мы расстались И только сам порой дивишься Когда нежданно, неуместно Ты иногда мне вдруг приснишься Хоть и нечасто, если честно И я потом опять ночами Я клуб наш старый вспоминаю А что же было между нами Да я и сам теперь не знаю Я люблю мой сухой фонтан Самые разные поры времени Особо он мне нравится осенью Когда там очень мало людей Когда такая вот хмурая погода И там мне почему-то очень хорошо пишется Нынче осень Привычно уныло Обрывает листву стополей Ты, конечно, давно позабыла Тишину этих старых аллей Там сегодня лишь ветер с римана Одиноко играет листвой Где под семью сухого фонтана Мы когда-то бродили с тобой А сегодня насмешница память Мне зачем-то напомнила вдруг Как мечтали мы Переупрямить предсказателей наших разлук Чтоб не видеть в осеннем тумане Как недавние встречи с тобой На сухом опустевшем фонтане Заметает опавший листвой Тот самый мой любимый сухой фонтан Он уже тогда был Да Дождей осенних запоздалость Невыразимо на холсте Сухой фонтан Какая жалость в его предзимней пустоте Когда стрелогой ежечасной Грозит дождями полутьма Когда на улице террасной Как будто вымерли дома И люди в одеяниях скудных Слегка подняв воротники Домой от скверов малолюдных Бегут укрывшись воровски И проклиная все на свете Они с практичностью людской Мечтают вовсе не о лете А только бы скорее домой Видать в предчувствии простуды Смотрите впрямь не в моготу На поздней осени причуды Сухих фонтанов макарату А вот такая вот зимняя зарисовка Того же сухого фонтана Родилась тьма в ночных сияниях Строился новогодний снег И люди в зимних одеяниях Спешили отыскать ночлег А к ним уставшим от морозов Была природа немила По части даже не прогнозов А так обычного тепла Тепла души, тепла природы Успокоения от невзгод Чтобы дожди и непогоды Не омрачили в Новый год Чтобы это зимнее ненастье И неуютность, и раздрай Такое призрачное счастье Не отвернули невзначай Чтоб наконец душе согрелось И стало б легче от того Да мало ли чего хотелось Им загадать на Рождество Вот в это ожидание чуда Без всяких шансов на успех Давайте веровать Покуда там за окном Струится снег Ну, снег сейчас не струится И, наверное, слава Богу Каждая пара времени хороша А теперь я перейду Как бы ко второй части Своего выступления Где я просто почитаю стихи Посвященные моим близким друзьям Они, каждый имеет какую-то свою историю Вот я вам сейчас покажу Вернее, вот фотографию Да Это фотографии Здесь ей 11 лет В 2007 год Я привез очередную делегацию В которой в состав входили Вот наши адмирал Касатонов В нем полковник Дейнека И вот на этой фотографии Что удивительно Состоит Вячеслав Тимофеевич Качурин И я Но мы еще не знакомы Так получилось, что вот Мы увиделись вместе летом А познакомились только зимой Познакомились мы дома Меня пригласил в гости Ныне покойный генерал Антон Николаевич Секваров И я по обыкновению После какой-то рюкки Начал читать стихи Вот эти стихи И всем они Безумно нравились Кроме одного Такого мальчика Сидел Когда так он скептически Посматривал Думаю, что ж такое Я еще какие-то стихи Никакую А потом Он меня пригласил В связи с писателей И Во-первых Начал читать песни Петь стихи И я Просто подарил свою книгу И так получилось, что Значит Мы так увлеклись Он говорит Попьем чайку Попьем А у Вячеслава Тимофеевича Был такой чайник Очень оригинальный У него не сбыл электрочайника Но там не было ни визитки Ничего И туда вставлялся Такой здоровенный колорифер Вот Ну и значит Мы разговорились Потом пошли домой Через квартал Вячеслав Тимофеевич Говорит Слушай Мы же не выключили этот колорифер Он же сожжет весь дом Побежал выключать Я еще подумал Господи Какой поэт И какой-то чайник Ну что за чекуха какая-то Это так нелепо смотрится Я на утро принес ему чайник А он мне подарил книжку Своих стихов И когда я летел в самолете Домой Я почитал Я открыл для себя Качулина Думал Боже мой Какой поэт А ты ему чайник Повел Сам ты чайник Ну в конце концов Нельзя же тут И я так Чтобы немножко Сгладить Вот эту вот Ему естественную реакцию Что он был Книга стихов Это вот А чайник Это где-то там Ну должно быть Нечто такое Равноценное Поэтому я ему подарил Первое из стихотворений А ему много чего И все пародии на него писал И чего я только не делал На него Они все в этой книжке есть А то первое стихотворение Я запомнил И вот оно Сейчас прозвучит Внимая старому завету Чтобы искупить Свои грехи Я в гости Приходил к поэту Вдыхать целебные стихи И он лечил меня словами И душу выводил на свет И чтобы остались Мы друзьями Я чайник подарил В ответ А он разлил Коньяк отличный И этим как бы говорил Ты с головою Друг столичный Наверное в детстве Не дружил Чтоб книгу Заселить стихами Я столько исходил дорог Я столько мучился ночами А ты мне Чайник приволок Такому радуешься отмену Другой летал бы в небесах Но ведь не все имеет цену И измеряется в рублях И это как-то не предвидел И выдал холостой дуплет Я видимо его обидел Прости пожалуйста поэт Ведь это так неравноценно Но я исправлюсь Не вопрос Преждайте время Непременно Куплю поэту Пересос Еще один мой старый Добрый друг Витратный укринский поэт Митро Дмитриевич Кремень Я кого я знаю Вже мабуть Років 15 Якщо я Не забываю Я тоже ему посвятил Декілька своих вільшев Ви напевно знаете Что когда он начинает Про что-то рассказывать Вин довольно часто Згадывает про древних греков Поэтому Один из віршев Называется Прометей А той вірш Я хочу вам сьогодні Почитать Называется Деоген 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 Это был древний грецкий философ Деоген 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 Что на пятом поверси Деоген Деоген Бодай Вам то поможет Краще спать Деоген 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 Дай Боже Дveuts Дven� Д versucht victory Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дальше, значит,速bla Дальше к вокзалу И через мост шел на завод Я все равно спрашивал, ну зачем? Ну трамвай же ходит, садись и езжай Ну ты не понимаешь ничего, говорю А потом как-то Я уже был студентом У нас была практика И мы с ним пошли вместе И вот идем сначала вдвоем Потом из перелковоходит кто-то третий Потом еще, еще Пока мы шли к проспекту Уже было человек там 5-6-7 Дальше идем, и вот я видел, как вот такие вот ручейки людей, они превращаются в какую-то лавину. Это был признак времени, как люди шли на Черноморский завод 61-й, наверное, и на другие предприятия. Но вот сейчас такого нет. Отец всю жизнь гордился, что он работал на Черноморском заводе и имеет всего две записи в трудовой книжке. Он поступил и через 41 год ушел на пенсию. Он получил акцию Черноморского завода. Я тогда как-то так по глупости, наверное, говорю, давай поменяем на какую-то бутылку водки. Он очень обиделся. Он говорит, ты не понимаешь, я же вот это все отдал. Но эта акция до сих пор где-то лежит, и я, отец уже ушел из жизни, я лелею себе надеждой, что я являюсь совладельцем Черноморского завода. Правда, дивиденды еще не платили, но, наверное, потом заплатят все и много. И вот таким же беззаветным человеком, как и вот мой отец, был мой друг, который я тоже знаю очень давно, Игорь Николаевич Родиенко, он к себе сейчас болеет. Но вот это стихотворение я посвящаю отцу и ему, поскольку оно о том времени, которое было. Оно называется «Уходит время». Уходит время, безмятежно, в тиши, отсчитывая срок, неумолимо, неизбежно уходит, как вода в песок. И город детства, как в тумане, сегодня кажется другим. Мы жили на сухом фонтане. Он был уже тогда сухим. Он был лиман. С его прохладой цвели акации кругом, И соловьиной сиренадой вставало утро за окном. Теперь поверятся едва ли, какие нынче соловьи. А вот ведь как, они запали воспоминания мои. Я помню, шли сюда в загрузки, речную растекая гладь. Гремел трамвай на спаском спуске. И утром, не давая спать, брели молочницы устало, Гремя бидонами впать мах. И, как обычно, не хватало воды на верхних этажах, Но рассекал мою обитель всепроникающий в футбол и стадион. Судостроитель взрывался на забитый гол. Но это, как всегда, с издевкой соседки скалились в захлев. А мы мудрили с газировкой, чтобы получить двойной сироп. Скользили шустрые ракеты по водной глади каждый час. А город мой встречал рассвет. И неизменно, мимо нас, лавиной шла толпа народа пешком От дома своего до Черноморского завода. Еще великого того. Сегодня старые маршруты воспринимаются скорее, Как архаизм и атрибуты давным-давно ушедших дней. И только память будто бремя. Во мне отсчитывают срок. И вижу, как уходит время. Уходит, как вода в песок. А сейчас мы делаем небольшой перерывчик. Вот Евгений Леонидович Долгов Свою замечательную песню, им написанную. Дорогой Володя, хочу поздравить тебя с большим успехом, Замечательным изданием этого замечательного сборника стихотворений. Я давно говорил тебе последние три года, Что нужно издать эрбон. Владимира Христенко. Ты прекрасный поэт о плане литературной пародии. Тебе нет равных. Мы привезли с Юлией из Кипра Тебе вот такой вот карандаш большой, Что я писал в дальнейшем Свои замечательные стихи, Которые в свою очередь я буду перекладывать на музыку. Тут из резинка можно стирать ненужное. Тебе надолго его хватит? Пожалуйста. А сейчас приучит песня, Которую мы стояли вместе с Володей. Ты не хочешь спеть вместе со мной эту песню? И старую микрофон. Мне эта улица знакома, Сюда достижима давних лет, Где любые с Аркасовского дома Собой мечтают по обед. Ты не хочешь спеть вместе со мной эту песню? Ты не хочешь спеть вместе со мной эту песню? Песня. 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 Я, честно говоря, сначала думал просто рот открывать. Потом попробовал было печь как-то вот в унисон, это так сложно, вы знаете, вот перед залом микрофон, у меня вся спина мокрая, ты мне Женя как-то сбил, да, первый раз, да. Ну тогда вот будем считать, что я отдохнул и снова я почитаю стихи о моих друзьях. Давным-давно написанное стихотворение, посвященное Валерию Васильевичу Бабичу, я утащил у него название, стихотворение называется «Наши авианосцы». Это относится к тому времени, когда была такая вот идея у власти имущих города, вот перенести памятник корабелам и мореплавателям куда-то в другое место, и там посмотреть какой-то, ну не знаю, там магазин, что угодно. И я помню, что тогда наиболее ответственные жители города выступили против Валерию Васильевичу Бабичу тоже, и в этом стихотворении еще улица собора называется «Советская». Ну из песни слов не выкинешь, значит, есть стихотворение тоже, поэтому вот это стихи, наверное, десяти, может быть, больше лет недавности, называется «Наши авианосцы». Мне кажется, они, сама тема, она актуальна и сегодня, потому что вот той романтики морской, пионером, который является Валерий Васильевич Бабич, пропагандирует это вот самое кораблестроение, эти авианосцы в мире, и эти книги везде популярны, я знаю, и в Канаде их издали, и в Китае их издали, вот, а как-то у нас вот само судостроение, увы, загибается. Это мне тоже очень больно, потому что я все-таки, ну, работал на кафедре сварки и отдал и этой теме очень много лет, и тогда это был рассвет, сегодня, к сожалению, увы, нет. Наши авианосцы, когда сменяются эпохи, главное время и людей, то что там значат чьи-то вздохи особых наших кораблей? А наши выросшие дети и не пытаются понять, как мы, авианосцы эти, могли как женщин обнимать, как нам и неначально снились, да разве нас поймут они, как мы с собой тогда гордились и как стыдимся в наши дни. Кураж земельных переделов распоглощает все сильней, и дети славных корабелов уходят в племя торгашей. У них теперь не те заботы, а может, просто не дано, такие нынче патриоты и демократы заодно. А разве эти прощелыги мечтают нынче о морях, да и зачем им эти книги о наших чудо-кораблях? И может, только наши внуки сумеют нас мудрее быть, чтобы корабельные науки по книгам Бабича учить. Мы давно дружим с одним из следующим адресантом моего стихотворения. Это Саша Завражин, афганец, достойнейший человек. Я как-то вот с ним близко сошелся, и он рассказывал очень много и о той своей судьбе, и о нынешнем состоянии. И я вот написал стихотворение ему посвященное, называется «Афганец». Нестройных аккордов завертится танец, и в комнате сразу притихнет народ, Где сами завражен вчерашний афганец в углу под гитару о чем-то поет. Пусть кто-то подумает, повод не важен, и вроде бы нету причины какой, Но скажет, как выдохнет Саня Завражин. Давай-ка, дружище, махнем по одной за тех непришедших, Безвременно павших, пропавших в пучи недалекой войны, Ночами не спавших и лишь не предавших, Оплеванной нынче великой страны. Я даже перечить ему не пытаюсь, Причувствуя нервами Сашкину боль И лишь неосотнанно в рюмку вживаюсь, Как воздух вдыхая в себя алкоголь. Я вроде бы старше, но как его бранец, Сижу приоткрыв без умлений рот, А в комнате нашей вчерашний афганец В углу под гитару о чем-то поет. Мы давно уже, я не помню сколько лет, Наверное, лет 15 дружили с Татьяной Ивановной Роскиной. Замечательный души человек, я знал ее семью, Много лет были. И с ней вот как раз мы и придумали Этот самый наш интернет-журнал Николаев Литературный. И так вот разберились роли, что вот Вячеслав Тимофеевич Это было лицо этого журнала. Вот я как бы был мотором, не знаю, там, мозгом, А Татьяна Ивановна была душой. И вот душа ушла, и как-то у нас журнал начинает лихорадить. Вот мы сейчас вот что-то делаем, но это была душа. Мы проводили очень много конференций в той библиотеке, Потому что туда просто тянуло, понимаете, С ней, она такой свет вот излучала, понимаете, Когда ее не стало, ну, просто вот что-то оборвалось. И я очень часто ее так вот где-то подтрунивал Какими-то стишками такими шутильными, да. И вот эта интересная фотография, Она мне попросила принести книгу. Какой-то словарь там такой толстенный, видите, я держу его, да, Вот, и вручи на каком-то мероприятии. А она, как радушная хозяйка, мне ответную книгу. И вот получилось, что мы друг друга целуем, А у каждого в руке по книге толстенной. Ну, согласитесь, не каждому вот такая выпадает случай. И я, а у нее как раз был день рождения, И я написал ей такие, такое поздравление. Пусть наступивший день рождения Вам обернется полной чашей, Явившей в них соединение любви и книжной страсти нашей. При этом вовсе не хочу я вам показаться краснобарем, Ведь и во время поцелуя мы с вами книг не выпускаем. Так пусть от вас идут навеки скандалы, козни и интриги, А куда есть библиотеки, где высшей страсти ценят книги. Я не вижу Ульяны, нет, да, Мы с ней, говорю, что она придет, И я хотел бы, чтобы книга вот в этой семье была, Я тоже ей... Ну, точно. Ульяне потом передам, А книга тоже с посвящением. Мне все труднее каждый раз Смотреть на звезды без печали, Ходят лучшие из нас В свои заоблачные дали, Но будет их сиять звезда, Пока не перестанут сниться Всех-всех ушедших навсегда Моих друзей живые лица. Вот двух следующих адресантов Надо бы, конечно, наказать. Я им посвятил не два, а целых три стихотворения, Которые мне просто очень нравятся, Они не пришли, хотя обещали. Это замечательные мои друзья, У них какие-то есть проблемы, репетиции, Потому что мне говорили, Это актеры русского драматического театра, Людмила Григорьевна и Анатолий Евгеньевич Соколовы. Я, вот, это такая интересная фотография, Тоже какой-то из визитов, Когда вот мы приезжали в делегации, Была отмиралка Сатонов, И вот такая фотография была. И фотограф, фотографу, который снимал, Ему показалось, что как-то вот императист стоит не так. Он сказал, дайте ей букет в руки. Ну, отмиралка Сатонов. Белая кость. У него отец был адмирал, И он адмирал, и пельмянник адмирал, Короче, все адмиралы. Он возмутился, как это? Мы императрицы, букет в руках. Не должно быть такого по этикету. Ну, фотографу было виднее. Поэтому вот такая вот фотография. Вот она. А вот она. Вот это помог-то помог. Да, 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 да. Вот так и садись вот сюда. Да. Да. И... А затем я познакомился с семьей их поближе. И выяснил, что, в общем-то, не такая у них императорская жизнь. Жизнь провинциальных актеров – это отдельная тема. Вы знаете, я смотрю вот как в этих сериалах бесконечных, абсолютно бесталанные, какие-то молодые юноши и девушки только сыграли. И тут у них уже и Мерседесы, и какие-то там виллы, бог знает чего. А талантливейшие, невероятно, провинциальные актеры, они как-то живут, ну, совсем другой экономической жизнью. И безденежья, и какие-то бытовые проблемы. Это как-то там, ну, несправедливо по жизни. И я вот написал вот такой стихотворение, который называется «Императрица». Аплодисменты, бенефисы, непостижимый мир кулис. Какое счастье для актрисы привычно выходить на вис. Когда восторги бесконечны, а ты ж смотришь с высоты, как хороши и безупречны к ногам летящие цветы. Сегодня ты, императрица, одно движение ресниц и уже начальственные лица. И те, когда выпадать ниц, таков удел актерской доли, что быть назначена тебе, императрицей, в этой роли, но, к сожалению, не в судьбе. Уже наутро, как обычно, все станет будничным, другим, где так безденежье привычно, что ты почти сроднилась с ним. Твоя скупая мельпомена, так неприветлива с утра. Семья, заботы, дети, сцена. И завтра то же, что вчера и послезавтра будет снова. Все как обычно, как всегда. Актриса Люда Соколова, провинциальная звезда. И никому не будет дела, что в омуте земных проблем кричит под оболочкой тела душа, невидимая всем. И как потом не удивляться, умея редкому актрис, кладая слезы, улыбаться, привычно выходя на бис. Как-то я, когда читал это стихотворение, казалось, что немножечко наш вечер проходит в какой-то возвышенно пафосной обстановке. Хотя те, кто меня знают, они как-то знают, что я больше пишу такие вот и пародии, и юмористические стихи. И вот я хотел немножко сейчас изменить нашу направленность и почитать стихи, которые также посвящены моим друзьям Анатолию Евгеньевичу и Людмиле Григорьевне Соколовой. Называется «Шекспировские страсти». Ах, эти театральные подмостки! Какие страсти вспыхивают там! Интриги, лавелазы, вертихвостки и примадонны вечных мелограмм! Они для нас открыты лишь отчасти. И нам ли знать, что там, среди кулис, Ах, лечащие шекспировские страсти Бушуют у актеров и актрис. В ночной тиши актриса Соколова Играет Дездемона в сотый раз. И в сотый раз супругу Мавру Снова выплескивает чувства на показ. А черный Мавр противен и ужасен. Артист театра Толя Соколов. Но нынче он не просто громоклассен. Он вовсе не находит нужных слов. Причина, к сожалению, знакома И все предельно ясно, без прикрас. Актер не ночевал сегодня дома И повстречал супругу лишь сейчас. Ну, а она, узрев его на сцене, Уже не в силах сдерживать накал. Ну что, дружок, попался на измене? Где же ты сегодня ночевал? Всю ночь не спали мы и я, и мама. Этого мерзавца никак нет. И вот уже шекспировская драма Выходит за классический сюжет. Несчастный Мавр был бледен, как икона. Ну, а его известный монолог «Молилась ли ты на ночь без Дездемона» Звучал как издевательский поток. Короче, дело двигалось к расправе, Но прежде наступает судный час За ту блондинку во втором составе, С которой был застукат в прошлый раз. За то, что от его любовных шашни жене, Как говорится, свет не мил. А после этой выходки, вчерашней, Она и вовсе выбилась из сил. И Дездемона на виду у зала Сюжет закоротила в эпилог. Актриса гром и молнии метала И вкладывала душу в монолог. Он завершился редкими словами. Ты, Соколов, развратник и подклец. И Дездемона, изловчась руками, Ателла задушила под конец. Аплодисменты. Извлечь такую нравственную пользу. У моего большого друга, Которого я очень уважаю, Аркадия Геннадьевича Сурова, Есть замечательное стихотворение. Там есть такие строки. Я родился на каторжном курале, Меня там чуть собаки не сожрали, Не потому что больно лютовали, А просто есть хотели, Ну и так далее. И в этом достаточно глубоком стихотворении Он рассказывает о своей нелегкой судьбе, Как он перехал в Николаев, Начал писать стихи, ну и так далее. А я обратил внимание, Что как-то вот тема собак Не до конца раскрыта. Это не пародия. Аркадий не очень любит мои пародии на него. Я стараюсь его не раздражать, Потому что он мой друг. Ну зачем его лишний раз Напрягать своими пародиями. Это такая просто вот отдельная тема, Которая могла быть и в жизни. И там, правда, одно слово на французском языке, Я его не очень знаю, Поэтому, чтобы присутствующие дамы Не подумали, чего плохого, Оно последнее в этом стихотворении. Ну просто воспринимайте его, Как французский язык, В моем плохом произношении. Итак, про собак. Я родился на Каторжном Урале. И там, из-за какой-то чепухи, Меня зимой собаки покусали. Но я тогда не знал, что за стихи. Шло время. Я въехал в Николаев, Забыл про тех собак, И там опять, В сообществе таких же раздолбаев, Свои стихи продолжил сочинять. Казалось мне, Уральские собаки остались в прошлом. Как я был неправ. И там нашлись со временем писаки, Способные кусать, как волкодав. Они такую пишут ахинею, Что даже повторить их мовитон. И я, признаться, чуточку жалею, Что тоже радистом не рожден. Другой давно призвал меня к ответу, Но мне возиться с ними не досуг. Как тяжело на свете, Жить поэту, Когда вокруг поэта Столько сок. Еще одному моему другу, Директору Николаевского зоопарка, Владимиру Николаевичу Топчеву, Я посвятил стихотворение. И прислал ему. Оно называется «Зоопарк». Хотя Владимир Николаевич почитал, И прислал мне такой ответ, Это ты не про зоопарк пишешь. Ну, я даже набрался нахальства с ним Подискутировать на тему, А давно ли вообще Владимир Николаевич Бывал в зоопарке. Да. Но, во всяком случае, Тема такая не бесспорная, Поэтому я выношу на ваш суд, Вы ответили сами, О каком зоопарке, И о чем вообще идет речь. Зоопарк. В зоопарке звери жили в клетках, Жили дружно, как одна семья, Даже пировали на объедках, Так хватало корма и питья. Но однажды, ради шутки вроде, Сняли им засовы у дверей, Мол, теперь живите на свободе, Так у нас подручней, веселей. И пошла среди зверя потеха, Натерпелись, что и говорить, А бывало вовсе не до смеха. Как же так? Совсем без клеток жить? Но пока провизии хватало, Все как будто было плюцки. Змеи не показывали шало, Хищники не скалили клыки. Было все пристойно и степенно У свободно жившего зверя. Жаль, что истощались постепенно Их запасы корма и питья. А когда еды не стало боли, Стали даже хищники роптать. Как же чугашили мы в неволе! Не же чего ведь было? Благодать! Проходили дни, а после годы, И уже едва хватало сил Побираться пленникам свободы. Будто лев и даже крокодил. Звери даже обращались к предкам. Может, знали, тебе такой секрет. Кто-то ностальгировал по клеткам. Где было бы еда и интернет. А теперь ни корма, ни жилища. И не знают звери. Те и те. Выбирать им клетку, Там где пища. Или жить свободно. В нищете. Я Владимиру Николаевичу тоже подарю книгу И тоже с посвящением. Посвящение такое. Пока поэзия у нас Нужна как мертвому при парке, Отрадно, что народ сейчас Хотя бы ходит в зоопарке. Быть может, там найдется зверь, Который объяснит толково, Как важно именно теперь Умение услышать слово. Вы знаете, вот Он закончил Словом в слово. А я сидел и Об этом слове думал. Ну что такое слово? Такая субстанция. Это колыхание воздуха. Мои голосовые связки, Они что-то там делают. И вы слышите, как я говорю. Слово. Его можно записать. В чем в разных народах Этих слов очень много. И слов и на английском, И на французском, И на русском, И на нижегородском, На любом. И вот видели на фотографии Тут такой Он дарил Такой вот большой словарь. Да, и там эти слова были Все собраны. И вот этих слов много Открываешь там И это, и ложка, и вилка, И там борщи. А потом приходит человек, Берет эти слова. Составляет их какой-то ряд. И на глазах появляются слезы. Начинаешь думать. Вот так делают поэты. А иногда смеешься, Потому что это интересно. Потому что это весело. Мы много лет знаем друг друга. И я очень дорожу Этой дружбой. И слово Это прежде всего поэзия. Если ты умеешь Вот так собрать, Это не кажется, Но это нам. Спасибо. Я, между прочим, Был у вас в зоопарке Три дня назад. Мнение с внуком. Мнение разделились. Мне понравилось, Ему нет. За ним петух погнался На другим дворе. У меня даже Ну вот, Наконец мы подошли К той Квинтэссенции нашего вечера. Я хочу сказать Еще об одном Моем друге, С которым мы дружили 20 лет. Хотя виделись очень редко. Раза три в году Он приезжал ко мне Буквально на два дня. Не больше. Ну, я тоже приезжал Раза три сюда. Хотя созванивались Достаточно часто. Ну, не каждую неделю. Но раз в две-три недели Обязательно. Это Владимир Дмитриевич Чайко. Мы всегда старались Когда он приезжает Делать какую-то Программу Для него. Ну, чтобы ему это было интересно. У нас тогда действовал договор О дружбе между Москвой И Николаем. И всегда вот какие-то встречи И с нашими Певцами Николаевскими И с нашими писателями И с нашими адмиралами Общественными детями У нас были депутаты Вот. И в правительстве Москвы Работали николаевцы. И вот я помню Один случай, Когда Уже часа Утром Мы встретились одна Была встреча Потом в обед вторая Ну, я говорю Владимир Владимирович Нас ждут космонавты Он говорит Ну, на полчаса Не больше Ну, полчаса Так полчаса А туда ехать Час с лишним Вот. Пока приехали Уже часов пять Вот. Короче, мы Космонавту Уехали Где-то в час Или в два ночи Он обладал Удивительной силой Вот Влюблять в себя Любых людей Причем, значит В звездном городке Космонавтов Там Пять наших Николаевцев И, конечно Звезда первой величины Юрий Павлович Идзенко Вот Он Трижды летал В космосе Мы давно Дружим с Юркой Уже 20 лет Причем Причем дважды Эти полеты Были по полгода И вот тогда Когда приезжал Владимир Павлович Он Юрий Павлович Был Зан начальника Центра подготовки Ильини Гагария То есть Фактически Второй человек В космонавтике Россия Николаевец Мама у него До сих пор живет Николаевец На улице Космонавтов Вот такая Вот Да А вот Это Юра Пасечник Он Замечательный парень Тоже полковник Он отвечает За питание Космонавта Вот эти все Тюбики Вот Со всей этой Космической едой И как добывается Я Приезжаю Так вот Нагрянул Как этот самый То приходится Закусывать Этими тюбиками Ну Куда деваться Да Игорь Матюнюк Крайний Правый Это тоже Наш Николаевец Мама до сих пор Живет в доме Где Киндзиат Пионер И Вот вы знаете Отношение К Владимиру Дмитриевич Было Не только У москвичей А и среди членов Землячества Вот известные люди Я вот вам сейчас На секундочку Да Еще один момент Когда его не стало 2 марта 2013 года Мы решили провести Общее собрание И сделать выставку В доме Русского зарубежья Выставка Посвященная Владимиру Дмитриевичу Чайке Вернее Тем Его встречам Которые Были В Москве И пригласили Много людей Пришли И адмиралы И певцы И генералы И наши писатели Кого только не было И вот я Сейчас вам покажу Короткий видеосюжет Где О Владимире Дмитриевиче Чайке Рассказывает Владимир Николаевич Чернавин Прославленнейший Николаевский Адмирал Адмирал флота Как я говорю Человек Имеющий Наивысшее Воинское Звание Среди всех Николаевцев Которые Когда-либо Здесь Родились Вот как он О нем Говорит На этом нашем собрании Поставьте Перед Владимир Дмитриевич Который Ушел Безвремя Из нашей Жизни Сказать Что нас С ним Связывало Многие Годы Он Как правило Пользовался Телефонами Звонил Мне по каждому Такому Большому Событию В городе Николаев Рассказывал Что делают Николаевцы Это был Прекрасный Человек Который Очень много И без От этого Справедливого Печал Многое Сделал Для Николая Он был Очень энергичным И таким Человеком Ледяным Как-то Сижу Дома Вдруг Развляется Звонок Он мне Говорит Владимир Николаевич Я вам Звонил Из Театра Чкалова Где Собралось Столько Там Населения Мы Честуем Освобождение Города Николаева И я Сейчас Переключу Свой Телефон На Общую Аудиторию И вы Что хотите То Скажите И таким Образом Я выступал В Чкаловском Театре Находясь В Москве Мне Очень Жаль Что Так Сложилась Судьба Конец Судьбы У этого Человека И Я Выношу Тоже Свои Приздаю Свои Соболезнования Семье И всем Нам Кто Потерял Этого Замечательного Человека Я Присоединяюсь С тем Словам Поздравления Словам Благодарности Которые Сегодня Позвучали Здесь По случаю Десятилетия Нашей Организации Землячества Мне Очень Приятно Было Что Николаевцы Приехали С Такой Большой Делегацией Спасибо Вам Большое Я Хочу Сказать О том Что Я Николаевец Потому Что В Николаеве Я Родился В Николаеве Учился В пятом В классе Как Вы Говорите В Николаеве Я Женился Николаеве Все Мои Родственники К сожалению На Кладбище Между прочим Дорогие Друзья У Владимира Николаевича Чернавина Сегодня Тоже День Рождения Ему Сегодня 90 Лет А давайте Мы с вами Немножко Вынимем Сценарий И попробуем Ему Позвонить Прямо Сейчас Как это Делал Чайка Ну Чайка Делал А почему Мы не Можем Правильно Вот Если Конечно Он возьмет Трубочку Сейчас Да Это Владимир Мечка Не мог Не влезти В скафандр Конечно Понимаете Это Фотография Будучи Здравствуйте Дорогой Уважаемый Владимир Николаевич Город Николаев Вас Приветствует Христенко Позвольте Вас Поздравить С вашим Это Город Николаев Приветствует Владимир Николаевич Христенко Город Николаев Христенко Да 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 Владимир Николаевич Да Я Сейчас Пометуя Продолжая Традиции Владимира Дмитриевича Чайки Стою В зале Передо мной Микрофон И я Его Переключаю Ваш Сейчас Телефон На Общий Спикерфон А вы Что-то Николаевцам Скажете А они Вас Поздравят С вашим Замечательным Юбилеем Пожалуйста Слава Довольно Последнее время Тоже поздравляю Да 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 И вот Когда Не стал Владимир Дмитриевич Я стал Вот как-то Думать Как же Мне Отметить Вот то Вы понимаете С ним Не то Чтобы Вот Часто Дружили Но Каждый Вечер Когда Передем Каким Улетать Из Москвы Мы Всегда Традиции Проводили Вдвоем В гостинице Не скажу Что На трезвую голову Но Это были долгие разговоры Там До часу До двух Когда-то я его Отвозил Когда Можно было Когда-то Он вызвали такси Но Он Очень много Рассказывал И о себе И о своей семье И о работе И я ему Взял вопрос Ну уже Три срока Ну зачем Тебе Четвертый Ну вот И он говорил Понимаешь Это как Ребенок Вот Как свое дело Вот я его делал 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 Да вот И бросить На полпути То есть Это вот Та черта Которую Как мне кажется Сегодня Не совсем Хватает Вот Каким-то Нынешним Руководителям Но Чайка Он был Не такой Простой Как вот Казалось Всем На людях Вот белые крылья Глубокий Человек Понимающий Помнил Сотни имен Какие-то Подробности Жизни И Вот это Его Белые крылья Это не просто Символ Это вот Там есть Такая ключевая Фраза Когда трудно Лететь против ветра Вот в этом Он весь И я Написал Вот такое Стихотворение Которое Назвал Реквием Уже не спросишь Каково Пропасти Уже Остались С долей Миллиметра И наступает Твой черед Сорваться На высокой Ноте В последний Неземной Полет У прямой Птицы На излете А дальше Что Да ничего И лишь Застыли От бессилия Осиротевшие Его Всем Нам Завещанные Крыли Я Я Созвалился С Владиславом Владимировичем Чайкой Он должен был быть У него не получилось Вот Он обещал Кого-то прислать Сюда Нет И мне просто Хочется Чтобы И эта книга Была в этой семье Вот Потому что Да Вот Дайте еще одну фотографию Через раз Следующую Да Да Вот Каждый год Мы были на Ваганьковском кладбище На могиле Марка Резианского Вот Ну вот Казалось бы Ну мог бы Вот Пойдем Постоим Просто постоим Подумаем Ни о чем Вот так вот Вот в этом он весь Я Тоже хочу Передать В семью Владимира Дмитриевича Теперь уже Владислава Владимировича Эту книгу С таким Посвящением Незаменимых Нынче нет Порой Слышим Отовсюду А как Житимный Свет Планет Который Миллионы Лет Незаменим Подобно Чуду Вот так И в душах У людей Горит Пронзив Века И стены Неугасимый Свет Друзей Которым Не найти Замены АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я так понимаю Что уже как бы Вечер Подходит Своему Логическому Завершению А мы Еще Не мы А я Не поблагодарил Нашу Радушную Хозяйку Татьяну Васильевну Я вам тоже хочу подарить книгу И тоже с посвящением АПЛОДИСМЕНТЫ Любить иных Тяжелый крест Но вас люблю Зимой и летом Тем паче В городе Невест Где все зовут меня поэтом Хоть я в поэзии профан И не силен в делах сердечных А просто я Люблю Татьяну Особенно Библиотечных АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и завершить нашу первую Я думаю не самую лучшую часть Вечера Я хотел бы Как я называю Стихторением Высокого уровня Разумеется Не идет вечно О моем литературном уровне А о том Что подразумевается Под Над уровнем моря К сожалению Приходится летать Не очень часто Последнее время Я три раза Как минимум Бываю в Николаеве И каждый раз Слетаю Вначале в Минск Потом из Минска В Одессу Потом назад То же самое То есть короче Приходится очень много Времени проводить в самолетах Мне почему-то там очень здорово пишется Я не знаю как это объяснить У меня всегда планшет Я чего-то там пишу Вот такое стихотворение Называется Настальджи Лечу на свидание Спешил на футбол На подножках Траваев Вверх клубе Оркестры Играли исправно Давно это было А вроде недавно Уходит эпоха И я вместе с ней Я чувствую это Наверное старею И все-таки хочется Снова и снова Мой город Который я знал С полуслова Увидеться с ним Невзирая на смуту Пусть даже Проезда Хотя на минуту Спасибо А теперь я передаю Браждое управление Вячеславу Тимофеевичу Который будет укладить Второй частью Нашего Марлезонского балета Я прошу Можно ключи Я хочу Я художник Николаевского театра Пермского театра Я хотел бы В ожидании нашей встречи Какой-то полет Хочу подлить Владимиру Предвкушение встречи И все мои мысли Которые были Они связаны С женщиной Прочитаю Кажется сети Которых Ваша жена Не любит читать Фашистик Там как-то Вас Так вот Обозвало Не помню Я нарисовал Как бы Женщину Что Ваша жена Зачитывалась И хочу Поддержание Теплый Дружеский вечер Добрые лица И хочу Передать Вот эти драгоценные рисунки Чтобы они у вас Согревали В Москве И здесь тоже Первый чай Это уже более Интимно Вы посмотрите Я еще без рамочек Потому что В самолет рамочки Не влазит Какой-то вес Спасибо 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 Спасибо.